Минувшая неделя обошлась без громких премьер. Но на мировые бренды мы не в обиде, ведь китайские и отечественные марки без новостей нас не оставляют. Самый дорогой китаец в России отныне называется не Havail H9, а Exit VX в топовой версии «Президент». Как будут называться комплектации реально дорогого бренда «Хунци» — даже представить трудно. А между тем, марка готовится освоить рынок Украины, а на очереди и Россия. Родная «Лада» отмечает десятилетний юбилей гранты и за заметно приподняла цены. Бесхозные заводы Петербурга постепенно обретают хозяев. После покупки корейцами бывшего завода GM настала очередь и Всеволожского завода «Форда». Тем временем «КамАЗ» развернул серийное производство бескапотного среднетоннажника «Компас». Проект электрической легковушки «КамА» перешёл на новый виток развития. В России стартовали продажи нового полноразмерного кроссовера Exit VX. При почти 5-метровой длине китайская новинка имеет трёхрядный семиместный салон. Притом компания обещает премиальное качество материалов и сборки. Модель построена на легковой платформе с поперечным расположением мотора, передней подвеской «Макферсон» и задней многорычажкой. Эту же базу использует младшая модель TXL, уже знакомая россиянам. Силовой агрегат только один — двухлитровая турбочетвёрка, которую ради более гуманной ставки транспортного налога дефорсировали до 250 сил. К ней прилагаются семиступенчатый преселективный робот и система полного привода. Начальная версия называется, конечно же, «Лакшери» и стоит больше трёх миллионов рублей. Список оснащения включает шесть подушек безопасности, трёхзонный климат-контроль, бесключевой доступ, камеры кругового обзора и электропривод багажной двери. Продолжает список аудиосистема «Аркамис», беспроводная зарядка, проекционный экран и панорамная крыша. Под медиасистему и приборы отведена пара 12-дюймовых экранов, укрытых одним общим стеклом. Топовую комплектацию сразу назвали «Президент». В неё добавлен комплект систем безопасности, обивка сидений перфорированным кожзамом, электропривод водительского кресла плюс ионизатор воздуха и амбиентная подсветка. Для тех, кто запамятовал, «Эксид» — это премиальный суббренд компании «Черри». Притом некоторое время китайский премиум предлагался россиянам под двойной маркой «Черри Эксид», но позднее маркетологи упростили название. Тем временем на рынок Украины готовится выйти ещё одна премиальная китайская марка — «Хунци», что переводится как «Красное знамя». Под этим брендом изначально выпускались лимузины для правящей верхушки, но постепенно фирма начала штамповать массовый премиум для обеспеченной публики. Для производства народных моделей концерн «Фау», которому принадлежит «Хунци», смонтировал новую сборочную линию, на которой введён стандарт качества, полностью скопированный у «Ауди». А большинство компонентов поставляют те же поставщики, что поддерживают работу совместных предприятий «Фау Фольксваген» и «Фау Тойота». Первым украинский рынок бросится погорять представительский седан «Хунци» H9. Это новинка 2020 года, задача которой — заманивать покупателей, что прежде выбирали «Мерседес С-класса». Модель выделяется двухцветной окраской, выдвижными ручками и монументальным дизайном, за который отвечал Джайлз Тейлор, что прежде рисовал автомобили Rolls-Royce. В базовом исполнении седан стоит около 70 тысяч долларов — это примерно 5 миллионов российских рублей. Правда, по китайской традиции «Флагман» оснащается двух- и трёхлитровыми турбомоторами — таковы особенности налоговой системы «Поднебесной». Но натуральный шпон и кожа, а также продвинутая электроника этой машине положены. Также украинским миллионерам предложат флагманский кроссовер «Хунци» EHS9 стоимостью около 100 тысяч долларов. По формату новинка больше похожа на BMW X7, однако прямые параллели лишены всякого смысла, поскольку китаец имеет электрическую начинку. Для заказа будет доступен двухмоторный вариант отдачи 436 сил. С запасом хода дела обстоят отменно. С самой скромной батареей огромный кроссовер готов отмахать 460 километров, а с топовым аккумулятором — больше 600. Наконец, самый скромный представитель семейства «Хунци» — двухлитровый полноприводный кроссовер HS5 стоимостью всего 43 тысячи долларов. По идее, Украина — лишь первый плацдарм, а дальше «Хунци» отправится в Россию. Насколько известно телеканалу Автоплюс, послы бренда уже провели предварительную разведку. Возвращаемся в Россию, где локальный офис «Шкоды» постепенно расширяет гамму. Для затравки скажем, что «Кодиаку» и «Октавии» предложен любопытный оранжевый цвет. Но это присказка. А главное, после недавнего рестайлинга в гамму полноприводного «Кодиака» вернулся двухлитровый дизель мощностью 150 сил. Он отвечает нормам Евро-6 и сочетается с 7-ступенчатой преселективной коробкой DSG. С новым мотором «Кодиак» при разгоне до сотни уверенно выезжает из десяти секунд, а средний расход укладывается в 7 литров на сотню. В каталоге остаются и хорошо знакомые россиянам бензиновые турбомоторы 1.4 отдачей 125 и 150 сил, а также топовый двухлитровый вариант мощностью 180 сил. АвтоВАЗ вспомнил о десятилетии своей главной кормилицы – модели Гранта. За ее основу была взята «Калина», которую предстояло радикально удешевить, создав современную альтернативу заднеприводной «Классике». Стало совершенно понятно, что эпоха классических автомобилей подходит к концу. И мы увидели, что продажи автомобилей «Классика» сильно падали. Поэтому появилась задача создать современный, новый переднеприводный автомобиль. Очень важный момент, что пришла идея создать две творческие группы. Одна творческая группа занималась вопросами, связанными с уменьшением себестоимости автомобиля. И им была поставлена задача попытаться в этом автомобиле изменить все и, может быть, даже исключить максимальное количество каких-то элементов, которые не противоречат законодательству Российской Федерации. А второй группе, наоборот, мы поставили задачу создать современный и очень интересный автомобиль для наших клиентов, для наших покупателей, который может продаваться в течение 10 лет. И эти две команды не знали о существовании друг друга и работали параллельно примерно 4 месяца. В итоге исходную «Калину» не только удешевили, но и улучшили. Поэтому «Гранта» получила более вместительный багажник, а также интересную базовую версию с подушкой безопасности водителя и передними вентилируемыми тормозами. «Практически все узлы агрегата в платформе «Калина» были изменены. И это очень важный момент, который позволил автомобилю представить, в общем-то, показать новые потребительские свойства. Это был залог успеха. Часто люди подходят в супермаркетах, просто на улицах, подходят и спрашивают, это же вы были первым директором автомобиля «Гранта». До сих пор жмут руку и говорят, замечательно, вот после классики это совершенно другой автомобиль, нам так нравится и недорого. Продукт очень хорошо получился. Он занял ту самую интересную нишу, самую, может быть, массовую нишу тех автомобилей, которые необходимы в нашей стране. А ещё эта модель стала первой отечественной легковушкой, серийной получившей автоматическую коробку передач. С 2012 года машину начали оснащать надёжным и недорогим автоматом японской фирмы Jatka. За время своей конвейерной жизни «Гранта» пять раз становилась бестселлером российского рынка. Правда, в этом году «ВАЗовский бюджетник», похоже, уступит позицию «Вести», так как «Грантовский конвейер» по причине дефицита микрочипов работает слишком неритмично. А в 2023 году «Гранту» ждёт смена поколений. Вторая генерация будет построена на французской платформе от альянса Renault-Nissan, то есть станет ближайшим родственником третьего «Логана». И продолжим о «Гранте». Ведь некоторое время назад коллаборация, куда вошли фирмы «Визавто», «Суперавто» и центральная СТО «Тольятти» разработала капотный полурамный грузовичок грузоподъёмностью чуть меньше одной тонны. За исходник взяли грантоподобный пикап «Виз-2349». Однако новинка на 30 сантиметров длиннее, а её грузоподъёмность на полтора центнера больше. Чтобы улучшить показатели модели, авторы проекта внедрили заднюю пневмоподвеску, двигатель 1.8 и поработали над трансмиссией, изменив передаточные отношения. Мотор, кстати, переведён на пропан. А кроме того, «Однотонку» оснастили ручным гидравлическим манипулятором. Стрела крана с почти двухметровым вылетом способна поднять до 500 килограммов. При более коротком вылете можно перемещать тонну груза. Впереди воровайку, как принято называть машины такого толка, ждут сертификационные испытания. А авторы проекта уже раздумывают над установкой гидравлической станции, от которой можно было бы запитать руку манипулятора. Ещё одна примечательная новость от самой «Лады». АвтоВАЗ решил поставить камеру заднего вида на цельнометаллический фургон «Ладо Ларгус Вэн». Правда, пока система видеонаблюдения полагается только топовым версиям, ценой от 947 тысяч рублей. Сам объектив, с которого изображение транслируется на экран штатной медиасистемы, смонтирован на левой створке распашной двери грузового отсека. В помощь камере идут задние датчики парковки. Между тем, под занавес года автомобили «Ладо» подорожали. Скажем, за народную гранту теперь просят минимум на 25 тысяч больше, а некоторые версии потяжелели на 28 тысяч целковых. В среднем по модельному ряду цены выросли примерно на 28 тысяч рублей, но, например, «Весты» прибавили от 35 до 40 тысяч. И, скорее всего, после Нового года дилерам вновь придётся перепечатывать ценники. Сам автогигант тему цен традиционно не комментирует. Однако глава «Ростеха» Сергей Чемизов заявил, что завод просто вынужден так поступать, поскольку сталь, пластики, металлы и электронные компоненты активно дорожают. Переносимся в пригород Санкт-Петербурга, город Всеволожск, где для бывшего фордовского завода неожиданно нашёлся покупатель. Напомним, что ленинградский конвейер остановился летом 2019 года, как только «Форд» решил свернуть выпуск и продажи легковых моделей на российском рынке. До этого предприятие годовой мощностью 125 тысяч автомобилей выпускало «Фокусы» и «Мондео». Сразу после ухода американской марки заводом интересовались два инвестора. Однако до реальных сделок дело не дошло. Сейчас же некая компания не просто интересуется замороженным конвейером, а уже оформляет покупку. В ближайшее время мы узнаем собственника данной площадки. Мы уже приступаем к стадии переоформления земельного участка на ту компанию, которая придёт работать на эти производственные мощности. Логично предположить, что потратить на такую покупку около полутора миллиардов рублей сегодня могут разве что китайские компании. Например, Cherry, которая вынуждена возить кроссоверы напрямую из Поднебесной, уплачивая большой утилизационный сбор. Добавим, что легковые «Форды» запросто могут вернуться. В Елабуге на втором «Фордовском» заводе некоторое время назад побывала группа неавтомобильных журналистов, которым показали подготовку новых линий. «Если по-русски, чем чёрт не шутит? Мы хорошо знаем, что такое производство бюджетного автомобиля и заработок на нём. Мы больше в эти игры играть не будем. Это могут быть полноразмерные внедорожники». И в этом нет ничего невозможного — Елабужский конвейер уже выпускал разнообразные грузовые и пассажирские транзиты на одной линии с кроссоверами Куга и Эксплорер. Под занавес 2020 года КамАЗ удивил публику проектом компактного электромобиля КАМА-1. На самом деле трёхдверный хэтчбэк разработал питерский Политех, а большую часть средств выделило Министерство образования. КамАЗ скромно именовал себя индустриальным партнёром. Как оказалось, проект жив. Для его реализации создано отдельное акционерное общество КАМА, которое профинансирует частные инвесторы. При этом сама КАМА успела измениться. Правда, доказать это соответствующим фото или видео рядом мы пока не имеем возможности, так что вынужденно покажем лишь прошлогодний концепт. В актуальной версии, которую предъявляют потенциальным инвесторам, модель удлинилась на метр и обзавелась более мощным мотором и ёмким аккумулятором. Дверей теперь пять вместо трёх. Впрочем, в новом электромобиле возможно использование отдельных элементов конструкции от КАМА-1. Но по большому счёту перед участниками проекта сейчас фактически стоит задача создать совсем другую, переднеприводную машину. Добавим, что согласно планам Минэкономразвития, в 2024 году КАМАЗ должен выпустить сразу пять тысяч автомобилей на электротяге. А значит, создателям будущей серийной КАМА придётся поспешить. Сам КАМАЗ готовится к старту продаж своей средне-тоннажной новинки — семейство Компас, которое впервые показали на осенней выставке Комтранс. Правда, вместо собственной разработки мы увидели слегка перелицованный грузовик китайской марки «Джак». Оригинальные здесь лишь оптика, решётка да гордая надпись «КАМАЗ». На выставке камазовцы неохотно делились подробностями, но теперь мы знаем больше. До Нового года дилерам отправят лишь несколько десятков бескапотников. Первым на рынок выйдет Компас-12 грузоподъёмностью чуть меньше 12 тонн, благодаря чему на него не распространяется действие системы Платон. Соответственно, по федеральным трассам машина сможет передвигаться без оплаты проезда. С самого начала 12-й комплектуется двумя моторами. Это китайские турбодизели Камин с разной мощности — 170 и 210 сил. А вот коробка передач только одна — шестиступенчатая механика марки «ФастГир». Но куда более востребованным должен оказаться девятитонный представитель семейства, способный перевозить три тонны груза. Такая версия наверняка пригодится ритейлерам для внутригородских перевозок. Основной конкурент камазовской новинки — новейший Valdai Next. У него полностью отечественная, за исключением мотора, агрегатная база, а кабинный модуль, разработанный китайской маркой «Фотон», газ уже штампует и сваривает своими силами. И конкуренция будет только обостряться. Во второй половине следующего года Камаз планирует вывести на рынок более компактные и лёгкие модели — Компас-5 и Компас-6 полной массой около пяти и шести тонн соответственно. А самым младшим представителем семейства станет трёхтонник Компас-3, для управления которым будет достаточно водительских прав категории B. А значит, у «Газели» появится бескапотный соперник. Нетрудно заметить, что большая часть узлов Компаса имеет китайское происхождение, но Камаз рассчитывает постепенно повышать степень локализации. На это уйдёт 5-6 лет, после чего, как надеются заводчане, автомобиль можно будет называть российским. Планы по локализации расписаны аж до 28-го года. К этому моменту количество отечественных деталей должно превысить 50%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова